когда мы говорим о 30-х годах то конечно здесь неизбежно мы должны говорить и о репрессиях происходивших в эти годы это то о чем говорить не хочется но говорить необходимо необходимо во первых потому что эта часть нашей истории которая никуда уже не исчезнет а во вторых потому что мы должны брать из этого уроки для себя и мы должны понимать что происходит для того чтобы это не могло повториться необходим анализ необходимо понимание этого механизма репрессии и только тогда мы сможем здраво оценивать эту часть очень важную часть нашей истории трагическую часть нашей истории Борисов Николай Сергеевич, доктор исторических наук, профессор исторического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова. Репрессии касались всех слоев населения. Они касались и кулачества, и духовенства. Была такая категория людей, лишенная избирательных прав. Дело в том, что по Конституции 1924 года было установлено, что не имеют избирательных прав лица, которые раньше служили в полиции, лица, которые были дворянами или дети дворян, лица, которые принадлежат к духовенству и так далее. То есть накопилось там что-то порядка 800 тысяч человек, которые не имели возможности голосовать, потому что они, так сказать, подозрительны. Но одно дело голосование, а другое дело то, что они фактически оказались в положении изгоев. Их не принимали на работу, им невозможно было решать совместно какие-то с другими делами. И понятно, что эти люди мечтали о том, чтобы вернуться хотя бы в нормальное положение, но они вернулись только по Конституции 1936 года. По Конституции 1936 года была категория лишенных избирательных прав отменена. Все, всеобщее прямое, всеобщее избирательное право при тайном голосовании Конституции, принятая 5 декабря 1936 года. Это был праздник для этих липовых людей, как их с таким мрачным юмором называли, лишенные избирательных прав. Липовые люди, они по сути дела действительно были липовые люди. Но дальше хорошо, значит, липовых людей нет. Кстати говоря, Конституция 1936 года – это очень важный для нас документ, потому что в нем проявилось в наиболее такой четкой степени то, что мы называем идеологией уже 30-х годов, идеологией советского государства. Так вот, почему, собственно, понадобилось сделать новую Конституцию? Понадобилось, потому что принято было такое решение, что у нас произошла полная победа социализма. Полная победа социализма, в чем она выражается? У нас нет теперь эксплуататорских классов. И нет даже остатков этих эксплуататорских классов. Все, они все, так сказать, либо растворились, либо погибли, либо их куда-то уехали, так сказать, за границу и так далее. Ну и вот, так вот, значит, полная победа социализма. Это нужно зафиксировать. Дальше, прямое голосование всеобщее, это надо было зафиксировать в новой Конституции. Дальше надо было, конечно, зафиксировать административно-территориальные изменения. То есть появляется вместо одной Закавказской Федерации три республики – Азербайджан, Грузия, Армения по Конституции 1936 года. Ну и так далее. То есть это был важный по-своему документ, который определенную линию нашего развития зафиксировал. То есть вот это вот движение к построению социализма. Потом будет полная и окончательная победа социализма. Тут много было схоластики, знаете, во всех этих вещах. Но это схоластика, которую людям вбивали в голову так, чтобы они привыкали мыслить однозначно. Вот в чем, между прочим, сила сталинского режима и сталинской пропаганды? В том, что они умели говорить короткими запоминающимися фразами, которыми как вот гвозди в голову людям забивали, и люди уже по-другому мыслить не могли. Все, им сказано было вот так. Полная победа социализма произошла в нашей стране. Отлично. Потом Хрущев скажет на 20-м съезде, что у нас произошла полная и окончательная победа социализма на 21-м съезде. Полная и окончательная победа социализма. Почему? Потому что возник социалистический лагерь. И вместе с этим лагерем мы теперь непобедимы. Советский Союз имеет, так сказать, сателлитов, союзников. И уже готов бороться за свое существование, если какие-то враги на него пойдут, и он уже непобедим. Так что эта конституция частью идеологической программы была. И, между прочим, тут вот еще что важно подчеркнуть, что репрессии, массовые репрессии, страшные репрессии были, и об этом все мы знаем, тут, как говорится, не отнимешь. Но, с другой стороны, сталинская система социализма, сталинская модель социализма, она была достаточно гибкой в том отношении, что они понимали, что необходимы и праздники. Что можно людей заставить работать, им надо заставить работать, но их нужно воодушевить. Им нужны праздники, чтобы они работали не просто, а работали хорошо. И чтобы они не работали не только хорошо, но и бесплатно, потому что не хватало ведь денег, понимаете, о том, чтобы оплачивать эти миллионы рабочих рук. И денег не хватало, поэтому, между прочим, и массовые репрессии во многом объяснялись экономической причиной. Нужны были бесплатные рабочие руки, рабы нужны были, масса рабов для постройки каналов, заводов, шахт. Тяжелую самую работу, там 10% всех занятых были заключенные примерно по нынешнему цифрам. Цифры все относительные, конечно. И вот нужно было людей, значит, не только заставить работать, но воодушевить. И вот созданы были такие мифы. Вообще, вот эта вот эпоха в нашей истории, 20-е, особенно 30-е годы, она удивительно мифологична. Там мифы рождаются, черные мифы, светлые мифы. Вот враг народа, вот друг народа. Понимаете, этих нужно судить, этих нужно, наоборот, прославить. Начинаешь разбираться, там, от чего умер Арджоникидзе, застрелился или с собой покончил. Кто убил Кирова, так или это не так. Да, так вот, нужны были светлые мифы. Стаханов, вот, пожалуйста, светлый миф. То есть, человек, который был хорошим шахтером, но ему дали возможность при помощи помощников выработать там 14, по-моему, норм за смену. И вся страна радовалась, что вот такие герои у нас есть. Или знаменитые летчики наши, которые, Чкалов, Беляков, Бадуков, перелетели через Северный полюс в Америку. Челюскинцы, которые были спасены нашими первыми героями Советского Союза. Так что, вот эта вот интересная особенность тоже, умение, с одной стороны, людей запугать, а с другой стороны, их воодушевить. Как-то удивительно, как это уживалось. А как уживалось? Уживалось так, что мы должны помнить, что представлял собой наш народ в массе своей в это время. Во-первых, это было очень много маргинального элемента. То есть, крестьяне, перешедшие в город, они не были уже ни крестьянами, в полном смысле, ни горожанами. Они как бы потеряли какую-то ориентацию в пространстве. И вот с этими маргиналами легче было использовать всевозможные идеологические методы обработки, потому что они еще не умели сами анализировать того, что происходит вокруг них. И им нужен был царь, потому что традиционная российская ментальность – это ментальность монархическая. Вот есть царь-батюшка, он за нас все решит. И вот поэтому есть какая-то горькая правда в известной фразе Сталина, когда кто-то, я сейчас не помню, по-моему, Фехтвангер, что ли, ему сказал, что зачем вам ваш культ личности, везде ваши плакаты, везде ваши статуи стоят, скульптуры. Зачем вам это? А он ответил так, сказал, да мне не нужно, они сами хотят, они сами хотят. И в этом была доля горькой правды. Действительно, народу нужен был вождь, народу нужен был человек, который бы был, ну, так сказать, полубогом. И вот Сталин взял на себя эту роль, взял на себя эту роль. Нравилась она или нет, это уже мы никогда не узнаем, чужая душа потемки. Да, но говоря о репрессиях, нельзя упускать из виду еще одно обстоятельство. Дело в том, что ведь в 30-е годы идет война в Испании. И эта война стала уроком своего рода для нашего руководства. И, в частности, в этой войне, которую, к сожалению, для нас мы проиграли, мы активно участвовали в этой войне в Испании. Но, тем не менее, там восторжествовал фашистский режим Франко. И вот этот самый Франко прославился своим афоризмом. Однажды он сказал, что наши войска, его войска, франкисты, наступают на Мадрид с четырех сторон. А в самом Мадриде нас ожидает пятая колонна, то есть наших сторонников, которые будут встречать нас, так сказать, и бороться за свержение существующего режима. И вот с тех пор пошло это выражение «пятая колонна». И не только выражение, но и смысл самого понятия, конечно, очень важен был в тогдашней борьбе. А суть была в том, что очень много накопилось репрессированных. И тех, которые побывали в лагерях, вернулись, и тех, которые все еще находились в лагерях. И ясно было, что у людей репрессированных возникала ненависть к тому, кто их отправил эту решетку в эти лагеря. В конечном счете я сказал, что около 800 тысяч лишенных избирательных прав. Да, им вернули эти избирательные права, но они просидели несколько лет своей жизни или, может быть, потеряли своих родственников или что-то. Короче говоря, очень много было недовольных сталинским режимом. По той или иной причине, как правило, вполне заслуженно недовольных. И Сталин, его руководство, они побаивались, что в случае, если начнется война, если противник войдет на нашу землю, то эти люди могут пойти на сторону немцев, потому что у них большие, так сказать, счеты к советской власти. Ведь, собственно говоря, немцы были уже на нашей территории в 1918 году, и во время Гражданской войны там они участвовали. Так вот, известный был Вячеслав Михайлович Молотов, который был у Сталина министром иностранных дел, один из ближайших приближенных. Так вот, Молотову уже в глубокой старости задали вопрос, вот этот вот огромный массив репрессий, зачем он нужен был, что это такое безумие? А он ответил, что, вы знаете, если бы не было 1937 года, то мы бы имели пятую колонну в 1941 году. Ну, трудно судить, насколько это так, но то, что вот этот вот образ пятой колонны, эта идея, вернее, пятой колонны реально существовала, вполне возможно. Вполне возможно. При таких миллионах недовольных, тех же кулаков, тех же заключенных, которых, кстати, использовали в основном на тяжелых работах, они гибли. Вот. И образ, конечно, этой пятой колонны, он преследовал постоянно наших вождей. Точно так же, как их преследовал и заговор военных. Еще один, может быть, миф, а может быть и правда, о том, что в 30-е годы военные недовольные сталинской политикой, его отношением к армии, они создавали некую такую тайную организацию с целью захватить власть, свергнуть сталинский режим. Историки не дают однозначного ответа. Есть историки, которые верят в это, есть историки, которые не верят в это. Но то, что напряженность внутри общества существовала, напряженность очень сильная, которую невозможно было погасить никакими успехами, это очевидно. Но, тем не менее, в 20-е, особенно в 30-е годы, наша страна сделала огромный рывок. Была создана административно-командная система управления экономикой. Экономика вся стала социалистической, то есть все принадлежало государству. Государство планирует развитие тех или иных отраслей экономики. В первую очередь развивается военно-промышленный комплекс. Все это построено на костях, как говорится, людей, но, тем не менее, очевиден факт, что эта работа, эти напряженные трудовые подвиги, конечно, не пропали даром. Потому что был создан фундамент для мощной экономики, для военно-промышленного комплекса. И когда действительно война началась, а это все ждали, вот грянет, когда она началась, то Советский Союз не сразу, постепенно, но все-таки достаточно быстро вышел на тот уровень, который позволил ему одержать победу над самой мощной военной машиной тогдашней Европы, над германским милитаризмом. Великий подвиг нашего народа, мы его не забываем, и мы стараемся все глубже и глубже понять механизмы тогдашнего общества. Это очень важно и для настоящего, и для будущего. Субтитры создавал DimaTorzok